Соединяем. Ну что, ты нас слышишь и видишь? Ты нас слышишь? Тебя вижу, да. С себя я что-то у меня... Включаем видеокамеру по вчерашнему образцу. Ну вот что-то она опять... Короче, бля... Так, сейчас... Ну пока ты это делаешь, я тебя буду представлять. Получится, в любом случае, голос есть. Итак, Илья Боев – это человек уникальный. Все его... Нет человека в индустрии, в криптоиндустрии, который не знал бы Боеву. Из местной истории с мизинцем и с котом – это, так понимаю, часть его личной брендинговой стратегии. Он человек очень опытный в том, что касается маркетинга, перформанса и с ночными клубами. Он занимался интереснейшей историей. Предприниматель, визионер и блогер, основатель множества проектов. Он очень быстро реагирует на тренды. Именно он изобрел подзнаменитый свитер с кибертраком и маску с биткоином. И тема его – событийное предпринимательство. Как думать и действовать в условиях пандемии и паники. Какие возможности быстро обнаруживать и воплощать их в жизнь. Начинать продавать товары и с ними связанные. Надо открыть и потыкать. Так, тыкаемся, тыкаемся. Так, 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 так. Что-то не это, не это, не это. А вот так вот не появилось у тебя сообщение на экране? Во, включить мое видео. Во. Во, все. Шикарно. Дело, как это было у меня. Вот он сам, Илья Боев. Мы приветствуем тебя. Жги, дорогой. Спасибо, Жень, за приглашение. Спасибо всем, кто нас смотрит. У меня фон не виртуальный фон. Реально, у меня там канбан сзади. Вот. Ну, тезисно я никакую особо сильную презентацию не готовил. Тезисно хотел сказать такие вещи. Первое – это… Я начну с цитаты Пелевина, которую я очень люблю. Она очень классная. Это из цитаты из книги «Лампа Мафусаила» или «Борьба чекистов против масонов». Цитата очень такая. Значит, в чем отличие профессионала от лузера-любителя? Лузер склонен к конспирологии. Он будет выяснять, кто за этим стоит. Ротшильды или рептилоиды. Хотя еще в школе его учили, что современный финансовый капитал – такой же последовательный интернационалист, как Троцкий. Профессионал же, в отличие от лузера, знает, что миром правит не англосаксы, не евреи, не китайцы, а дух денег, чьи пути неисповедимы. Этот дух надевает на свои бесплотные пальцы самых разных людишек, а потом сбрасывает их, как хирург, резиновую перчатку. Поэтому профессионал интересуется из четко оформленной тенденции. И когда она делается абсолютно ясно, берется за работу по ее монетизации. Смысл этого тезиса в том, что вообще событийное предпринимательство – я сам придумал этот термин, хочу его развивать, я считаю, он очень важен, особенно в таких экстремальных условиях. То есть был термин у нас событийный маркетинг. Это когда крупные бренды или просто какие-то очень известные, так скажем, компании быстро реагировали на события и делали какие-то мемы, и производили какую-то рекламную кампанию, так скажем. В моем понимании событийное предпринимательство – это как раз история про, когда ты должен быть и думать как корпорация, как бренд. И, соответственно, строить, исходя из этого, свою стратегию. И событийное предпринимательство подразумевает как бы анализ ситуации, то есть здесь и сейчас, и подразумевает некое действие в этих условиях. Алло, может, я один раз говорю? Все отлично, все, мы тебя видим. Все, все, да, все, супер. Непривычно просто себя видеть по ту сторону экрана. Вот, и подразумевает некое действие. На самом деле мы живем во время, когда логика, здравый смысл и какие-то вещи не работают просто. Какие-то серьезные прогнозы, они не происходят вообще никак, от слова никак просто. Да, соответственно, в экстремальных или какой-то экстремальной ситуации работает только экшен, только действие. И если мы сейчас начнем, ну, моя предыстория там с киберсвитером, допустим, или с мизинцем. Ну, мизинец это на самом деле был чистый, воды там, хайп, мне просто было скучно. Я решил разоселить людей немножко, да, и как-то потрясти индустрию на тему адекватности вообще людей. Когда ты делаешь неадекватные поступки, ты можешь видеть, как реагируют на это люди. И у тебя возникает некое понимание, кто это люди, что они делают. Ну, некая, у тебя здесь создается некий индикатор, некая лакмусовая бумажка, по которой ты можешь судить, что о тебе люди думают и вообще, что у них в голове творится. Вот, у меня просто есть небольшой еще философско-психологический бэкграунд, достаточно старый. И для меня это некий экспириенс, некое исследование и так далее. То, что касается мизинца. Вот, никто даже не хотел и не хочет знать о том, что это вообще-то уголовная статья подстрекательства, к самонанесению себе ущерба, это статья уголовная. И вообще, отрезание себе мизинца, реально, это статья. Ну, суть не в этом, просто это был тест на адекватность. Касается киберсвитера, да, это тоже абсолютно, я считаю, хайповый проект. Он особо сильно там не принес никаких денег и так далее. Но сам проект по себе интересный, когда ты очень быстро действуешь, к тебе автоматом приходят люди, клиенты, возникают какие-то абсолютно новые люди. То есть, и это достаточно интересная история. Вот, вся эта фигня, назовем так, пошла от крипты. Потому что в крипте в 17-м году, кто помнит, надо было действовать очень быстро, также самоорганизовываться и делать какие-то такие вещи достаточно быстро. Вот, кто участвовал там в ETC-сделках, кто участвовал во всяких разных проектах, не скамовых, тот понимает, о чем я говорю. Вот, соответственно, событийное предпринимательство – это анализ ситуации, хотя бы минимальный беглый анализ ситуации, понимание. В этой ситуации, как ты можешь быть удобен, выгоден и интересен людям, и ты просто делаешь что-либо. Вот, например, по маскам, если мы сейчас возьмем историю про маски, она достаточно такая, ну, в каком-то смысле нелепая. Вот, а я понимаю, что это вырастает уже, ну, новая волна, новый абсолютно утвержденный тренд и абсолютно сильнейшая вещь оказалась. Да, то есть я сделал чат по маскам, потому что мне просто многие знакомые там задолбали вопросами, найди нам там поставщиков, покупателей и так далее. В итоге я просто сделал чат, говорю, вот, ребят, там общайтесь, как бы, ну, меня не трогаете. Вот, выяснилось, что это уже вырастает в некий бизнес, и количество там растет пользователей по экспоненте. То есть это очень такая, стало некой интересной сущностью. Вот. Соответственно, это нам говорит о том, что… Ну, плюс я еще, да, бэкграунд интернет-маркетологом, ну, меня заставляет смотреть на WorldStat, заставляет какую-то делать аналитику. И WorldStat, допустим, показывает, вот я сегодня даже не смотрел, все 10 число, там, с 18 марта, 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 апрель, марта, было там 900 тысяч запросов купить маску, да. На 2 апреля было уже 4 миллиона, то есть меньше, чем за 2 недели рынок вырос в 4 раза, то есть запрос на маски и так далее. Сегодня я даже боюсь смотреть, я думаю, что там еще цифра еще на порядок увеличилась, исходя из того, что как нас сильно, как сильно нагнетается ситуация. И нагнетается она, я, ну, большей частью уверен, благодаря СМИ, и вообще, то есть это такой супер-гипер-хайп, все, что связано с коронавирусом, и на нем кто-то там заработает, кто-то, наоборот, сейчас лишится работы. У меня много из ивент-индустрии людей, которые сейчас готовы там работать за небольшие деньги, условно, так скажем. Вот. Соответственно, событийное предпринимательство, которое я хочу продвигать, вообще хочу развивать некий такой бренд, я не знаю, как назвать там некую, ну, ввести эту терминологию, по крайней мере, в оборот. Я считаю, это очень важно. Философия спортивного предпринимательства, философия. Да, вот она подразумевает какие-то простые вещи, на самом деле, и просто реакцию. Ты должен просто реагировать на ситуацию, как серфер, да, как некий, поймать эту волну и просто ее постараться как-то на ней отыграть ту или иную ситуацию. Вот. Потому что, по-другому, в условиях, не забываем, что мы живем в России, и где государство не предпринимает нормальных вообще каких-либо адекватных действий в отношении, там, этого коронавируса и так далее, кроме нагнетения ситуации и запретных каких-то мер. то есть надо быть быстрым и действовать, и все. И все будет хорошо. То есть у меня есть там идея книги одной, она называется «Бегущий в темноте», и потом я вышел, что еще такое название есть, она называется «С нуля начинают единицы». Как с нуля сделать какую-то единицу, какую-то сущность, которая будет интересна. Естественно, она вкладывается во всю идеологию биткоина и во всю идеологию блокчейна, peer-to-peer сетей. И во всю эту идеологию она хорошо входит, потому что некий анархизм, который происходит в сети и происходит там в биткоине, он есть и будет всегда. И, соответственно, в условиях каких-то экстремальных будут выживать или будут там чувствовать себя нормально только люди, которые могут быстро самоорганизоваться, быстро понять, где хуй с хуй, кто хороший, плохой, где скамер, не скамер, да, и так далее. Это все история 2017 года с биткоином, она была бы быстро действовать. И многие люди там зашли в рынок очень быстро, многие вышли из него, многие соскалились. Но смысл в том, что быстрая реакция на все, что угодно, она подразумевает именно вот как раз некое событийное предпринимательство и некую такую сущность. На самом деле терминология, это вся очень концепция, она вся в разработке, она как бы, она не готова, да. Но она, я понимаю, о чем я говорю, потому что я чувствую себя именно вот этим таким ковбоем, который первый достал пистолет и стреляет там по врагу. Вот. Соответственно, о чем я еще хотел сказать, что как, какой у нас основной вопрос был, да, как выжить в условиях пандемии и как реагировать. Ну, на самом деле, никто не знает сейчас, что делать и как это все будет развиваться дальше, не знает. Но единственное, я об этом тоже писал, что выживут или там будут все нормально чувствовать, это диджитал люди, люди, которые любят технологии, люди, которые, ну, в условиях изоляции, на самом деле, всегда и находились. То есть это программисты, дизайнеры, не знаю, там, контент-мейкеры. Интроверты, интроверты, да, наступило время интровертов. Да, мне кажется, для них сейчас просто нормальное время. Я со многими программистами переписываюсь, и им абсолютно как бы огурцом по барабану, там, пандемия, не пандемия, они как работали, так и работают. Единственное, что многие скидывают, ну, сейчас у многих, тех, кто был с оффлайном связан, соответственно, у них все происходит очень плохо. И появилась там новая каста людей, которые сейчас будут как-то влиять на этот диджитал весь, в принципе. Потому что я, ну, я очень люблю диджитал, и я считаю, что это хорошая тема, ей надо всегда развивать, работать, находиться и так далее. Вот, крипта и биткоин – это естественная эволюция, диджитал – это абсолютно естественная вещь. Я думаю, что в биткоине сейчас тоже будет все хорошо. Даже если он скоррелировал там 13 марта с фондовым рынком, это не значит, что он будет так всегда коррелировать. Биткоин всегда всех обманывает. Всегда. А я наблюдаю за рынком уже почти 4 года. Всегда, когда ты чувствуешь, что надо зайти в рынок, этого, значит, не надо делать. И если есть сигналы абсолютно явные, не работать по этим сигналам и там, условно, не покупать. И вообще не заходить, ничего не делать. Вот. Либо просто ходлить, да, как-то и находиться в состоянии наблюдателя. Я вообще считаю, что сейчас самое лучшее время для тех, кто может долго и много наблюдать. И с одной стороны, то есть надо будет производить какие-то действия быстрые, с другой стороны, произведя эти действия, наблюдать за тем, что происходит. Вот. То есть на этой волне, на волне этого, я называю, не знаю, там, не психоделически даже, но это хайп, это очень, это гипер-хайпы, гипер-паники, ну, люди вскрываются, их как бы сущность вся, да, вот, как бы на, в истории, как на войне, да, вот, люди показывают, на что они готовы, что они делают, показываются, где там, хороший, плохой и так далее. Вот. Просто есть печальная там история, даже из нашей индустрии, людей, которые сейчас, я не буду говорить, кто это, но человек написал, он и публично в этом признается, там, пять заявлений в прокуратуру, но на тех, кто торгует масками. То есть на вопрос, зачем ты это делаешь, да, ну, вот всем не хватит, всем мрут, и все такие спекулянты-пидорасы, и вот их надо, то есть, ну, никто не знает, что будет завтра, там, через неделю, месяц, но он почему-то решил, что масок всем не хватит, и вот все спекулянты, все эти завысили цены и так далее. Но никто, все забывают почему-то про обычный капитализм, когда цена повышается в зависимости от спроса на тот или иной товарную услугу. Про это почему-то никто тоже не вспоминает, все захотели как-то очень быстро Советский Союз и полное отсутствие конкуренции, полное отсутствие каких-то таких вещей, которые были всегда, что самое интересное. Вот, поэтому все, что там касается масок и этих, я не участвую в сделках, кстати, пока, по крайней мере, но я не осуждаю этих людей, потому что, ну, как кто хочет, так и зарабатывает. Я сейчас буду еще развивать отдельно, там, небольшой мед-маркет-плейс, небольшой сделаем такой на коленке, и будем помогать людям продавать, покупать эти маски, чего угодно и так далее. Все, что не подходит под какие-то государственные регулирования, это все будет происходить в том или ином виде. Я уверен, что через какое-то время, а какое-то время оно скоро наступит, через месяц, я думаю, будет, особенно в России, будет достаточно, паника еще больше будет, и люди реально будут немножко сходить с ума, что, в принципе, нормально, я считаю. Рынок уйдет, я уверен, что там через месяц на Гидре уже будут продавать там эти антисептики и аппараты ИВЛ, ну, что-то похожее точно будет. Кто это будет делать и как, ну, это другой вопрос, но смысл того, что в условиях экстремальных надо прежде всего быть, оставаться человеком, вот и все. Это мой самый, наверное, главный позыв и, наверное, самый главный месседж в сегодняшнем выступлении. То есть, что бы там ни происходило, надо быть адекватным, стараться там анализировать ситуацию, вот. Кто-то там начинает пить, кто-то там употребляет наркотики, это его личное дело и так далее, да, но вести себя как люди, да, то есть, особенно в России. Не доверять и государству, потому что государство ничего хорошего сейчас не сделало и не делает, что самое смешное. Вот, и многие меня осуждают, кстати, по поводу масок, что вот ты там такой-то неплохой человек. Они сначала смеялись надо мной, месяц назад, а сейчас многие пишут, и Илья, там, ты такой классный парень, давай работать. Да, то есть, тоже очень весело наблюдать, и как меняется психология людей, и как меняются отношения к тебе, ну, это очень прикольно достаточно. Вот. В условиях экстремальных надо быть, оставаться адекватным, нормальным, смотреть новости, но через какие-то фильтры, потому что большая часть СМИ, у меня тоже есть большой СМИ, оно это всегда, СМИ делают деньги на хайпе, они делают деньги на панике, им это выгодно, им выгодно стращать людей, потому что это просмотр, это трафик, это все, что угодно и так далее. Вот, то есть, такая история. Все, что касается масок, я ничего нового сегодня не расскажу, на самом деле. Да, есть чат, там заходят люди, мы сделаем сейчас, как я хочу, просто этот рынок немножко, так сказать, стерилизовать, я не знаю, как назвать, немножко этот рынок устаканить, да, и я, например, против завышенных цен, я против какой-то жесткой спекуляции, когда кандалаки, там, продают по 200 рублей маску, которая в оптовой цене сейчас даже стоит 20-25 рублей, ну, уже до 30 доходит. Но все равно это, я считаю, это свинство, да, но в то же время я поддерживаю идею, чтобы люди предпринимали шаги, чтобы было комфортно, чтобы они как-то выживали, зарабатывали, и чтобы у них все было нормально. Вот, так что событий на предпринимательство, мы сейчас вот как раз этот термин, я думаю, буду дальше развивать, и концепцию его. Это быстрая реакция, быстрая перезагрузка, быстрая группировка ресурсов, силы и так далее. Вот, и четкое понимание тренда, то есть я начал с Пелевина, где есть, если у тебя есть понимание тренда, значит, ты будешь, у тебя будет все хорошо. Если у тебя нет понимания тренда, и ты считаешь, что тебе кто-то что-то должен, государство, мама, папа или дедушка, ну, значит, ты, скорее всего, ну, инфантильный и не способен к каким-то адекватным, нормальным шагам. Вот, то есть история в этом. То, что касается других проектов, они сейчас живут, все, что я тоже всегда был в диджитовой блокчейне, они живут, развиваются, в принципе, там, трейдинг-чамп, автоследование, которое далось очень долгими усилиями. К чему, если в семнадцатом году стремился к прозрачности, то, наконец-то мы ее как-то достигли. Мы реально фильтруем трейдеров, у нас реально есть API, по которому мы можем понять, трейдер там реален или нереален, да, и так далее. То, что касается криптотраста, ну, это немножко закрытая история, она всегда была закрытой, и, в принципе, она будет всегда закрытой. Про деньги, если будут вопросы с Женей, я никогда не отвечаю на вопрос, я понял, что финансовый стриптиз, вот это, да, и никогда не должен никто знать, сколько, кто, как и почему зарабатывает, это плохо, это зло. Вот, потому что мне просто после чата заходит, ну, каждый день мне приходит сообщение, сколько, Илья, ты поднял бабла, блин, я говорю, чуваки, алло, ку-ку. Я только рекламу там начал продавать и так далее, но это очень смешно, понимаешь, и людей, вместо того, что я говорю, ребята, давайте там инвестировать вместе, как-то участвовать в этом процессе, ну, в каких-то таких делах, он говорит, нет, чувак, мы готовы с тобой прибыль разделить, а участвовать в твоих рисковых сделках мы не будем. Вот, и вообще, сколько у тебя бабла уже, сколько там ты нафигачил. На самом деле там, ну, ничего такого серьезного-то нет. Ну, будет, конечно, я знаю, но я верю в вещи, да, я верю, допустим, в биткоин, я верю в децентрализацию, я верю, мне нравится сущность биткоина, и там в 16-м году я заходил в биткоин, и то, что мне нравился биткоин в принципе, да, то есть это peer-to-peer, это невозможность двойных транзакций, это децентрализация, это... Мне сложно понять, как, может, не нравится идея передачи денег так же легко, как мы передаем информацию в виде e-mail или сообщения, peer-to-peer, 24 на 7 без каких-либо запретов. Вот то ли мозг, для мозга, она кажется настолько радикальным, люди думают, что так, наверное, нельзя, да? Да, ведь это так и есть. Нет, я думаю, что люди просто не готовы к новой реальности. Я думаю, что просто биткоин, его сущность, которая наступит через там, ну, через поколение, может, и так далее. То есть мое поколение, допустим, большая часть вообще, когда я говорю слово биткоин, они просто говорят, отстаньте, это какая-то херня, пирамида и прочее-прочее. То есть я им говорю, ребят, это определенная идеология, концепция. Если эту концепцию будет принимать государство или компания или корпорация, то эта идеология будет выигрышной. Даже, кстати, вот сейчас в условиях такой пандемии, экстремала, ковида, вот это все на Гитании, как раз сейчас многие вещи такие, они должны людям быть осознанно понятны и так далее. Тем более, если мы будем все время сидеть дома, там даже какое-то время выходить раз на улицу, то есть многие, кто не работал с диджитал, с сетями, вообще не был в интернете, сейчас он может понять, может быть, задуматься, может быть, это хорошая концепция, потому что, находясь удаленно, где угодно, в любой точке мира, мы можем цифровую сущность друг другу передать, и это будет абсолютно... Здесь я отсылаю докладу Елены Шеребровой, пересмотреть. Она показывала, как 8 категорий мозгомыслящих, начиная от наиболее быстрых, инноваторов, кончая с самыми закоренелыми педагоградами, типа реалистами, как они реагируют на новые. Это все упирается в человеческий мозг. У нас есть вопрос к тебе от Виктории Куляева, спикера. Илья, какие ниши ждут отложенный спрос и взрыв продаж? По твоему мнению, спрашивает Виктория Куляева, с которой ты, наверное, знакома. Ну, да, знакома, как мы виделись, да, я помню, пиар-агентство, блокчейн, там... Москва-блокчейн. Ниши, которые как-то изменятся, ну, понятно, очевидный тренд, это все, что связано сейчас с масками и так далее, и все остальное. Я считаю, какой-то прям взрывных продаж ни у кого ни в чем не будет. И даже еще раз вопрос, ниши, которые... Какие ниши ждут отложенный спрос и взрыв? В каких нишах отложенный спрос приведет к взрыву продаж? Или, ну, спрос, на которых можно сделать ставку, к ним подготовиться, они взорвутся там через месяц, да? А мы тут готовы и сразу офферы... Сложный вопрос. Я думаю, надо ориентироваться на все, что... Ведь событийный предприниматель реагирует на текущий спрос, где он видит, да? Он же не предсказывает его или предсказывает? Ну, частично, смотри, частично какие-то прогнозы... Я, конечно, не Вова Попов, который очень любит нас прогнозы хитрые. Я очень его люблю, уважаю, классный парень. Сразу говорю. Частично все, что связано с удаленной работой, все, что связано с интернетом, все, что связано с диджитал, оно будет... Оно и сейчас уже пользуется спросом. Какой-то бизнес, который после того, как отменят карантин, который еще, кстати, не начался... Нет такого бизнеса, на самом деле. Весь оффлайн сейчас чувствует себя очень плохо. Ну, понятно, да, там... Это очевидны тоже вещи. Какой-то... Я думаю, когда найдут там вакцину от ковида, да, вот... Это будет взрывной спрос на эту вакцину. Это очевидно. Но ее, судя по новостям, еще придумают не скоро. Это достаточно сложный вирус. И это будет не скоро. Вот. Все. Все остальное сейчас под очень жирным вопросом. И я не вижу прям каких-то таких... Ну, не знаю. Я считаю, что все, что в диджитале и все, что в блокчейне, сейчас все должно чувствовать адекватно, нормально, комфортно. И все будет хорошо у этих людей. А кто работает в оффлайне, кто там как-то не доверял этой структуре, то будет все как-то не очень, наверное, так вот. Да, вспомним фразу одного из наших спикеров, фраза Земинга. Выживание... Вы можете не изменяться. Ваше выживание не является обязанностью. Фраза Эдварда Земинга, который стоял за японским экономическим чудом. Можно не меняться, можно... Адаптируйся, либо умри. Адаптируйся, либо умри, да. Это ваш выбор. Не обязательно. Можно выбрать и умирать, не меняясь. Алексей Тарантул, наш постоянный зритель, спрашивает. Концепция событийного предпринимательства похожа на хорошо забытое старое, когда не было корпораций, гигантов, мощных госаппаратов и других жестких централизованных структур. Согласитесь ли вы, что ваш подход является одним из путей к оздоровлению сложившейся системы взаимоотношений между людьми? Что ответишь? Ну, блин, классный вопрос, тезис. Конечно, да. То есть, такие отмороженные люди нужны экономике. Меня уже там назвали неоэкономистом с каким-то событийным... Да, одни знакомые есть. Говорят, это наш событийный неоэкономист. Я думаю, что и так и должно быть. Предпринимательство заключается в том, чтобы менять какие-то старые институты. И, ну, естественно, без революции, без каких-то насилия, без каких-то таких вещей, да. То есть, конечно, и мы будем развивать эту концепцию. И вебинары вести, по-моему, субботином, понимаете. Хотя, кто знает. А ты, кстати, не ведешь вебинары сам? Не ведешь? У тебя очень хорошо получается. Мне надо подумать. Ну, не, я раньше... Ну, я... Я брал, но... Ну, может быть, попозже придем к этому. Я не знаю. Потому что есть много интересных тем, которые бы я хотел рассказать и про людей, и про технологии, и про блокчейн, и про крипту. Надо-надо-надо-надо. Вводи этот формат соло или видеинтервью. Обязательно вводи. Очень интересный подкаст. Отбоево будут пользоваться просто. Вопрос. Скажите, кроме биткоинов, какие еще альткоины вы верите? Верите ли вы вообще в альткоины? Очень верю. Но очевидный тренд, кстати, о нем я тоже писал год, ровно год назад. Это BNB, конечно. Это BNB, это Binance Coin. Чан Пин Джао, как бы его там не называли, что бы с ним там не говорили, какой он там нехороший человек. На самом деле это, наверное, единственный, который по фундаментальному анализу делал все, чтобы его монета, его токен был как-то принят. Как-то принят, и он развивался. То есть он делал все для этого. Я не знаю, кто за ним стоит, он это все делает, или за ним какая-то там масонская группировка, я не знаю. Но по событийному маркетингу, как раз исходя из фундаментального анализа событийного, год назад, я писал ровно год назад. У меня это есть в фейсбуке, в инстаграме, там на сайте у меня это все написано. Был очевидный тренд, просто вот люди, как бы растет монета, и она будет расти, потому что он... И он играл еще против биткоин. Еще один фактор очень сильно, очень важный. То есть альткоин, который, когда биткоин падал, и 19-й год был такой немножко не очень понятный, а BNB рос, и с ним было все хорошо, и на новостях, которые он делал, то есть он постоянно там интегрировал, этот токен куда только можно, да. И я считаю, что BNB это один из самых, наверное, интересных альткоинов. Другие вещи, они тоже опережают время, и их просто время не настало. Я вообще считаю, что время крипты, оно не настало, не еще это время. То есть люди не готовы, это только наше второе поколение, которое уже пойдет, для которых интернет уже с рождения, это люди уже там есть в фейсбуке, вконтакте, для них крипта будет абсолютно нормальной темой. Для людей, которым сейчас там мне 39 лет, да, то есть мои ровесники большую часть мальчей не понимают, о чем я говорю. То есть они просто не готовы к этому рынку, они не готовы, они не понимают, как это все работает и так далее. Интересно, а как они реагировали 20 лет назад на интернет? Не так же ли? Не помнишь? Ну вот, ну я сам в интернет зашел там 10 где-то лет назад, но я всегда любил какие-то необычные, такие высокотехнологичные вещи и так далее. Может быть, это связано с любви к философии, психологии и к рекламе. В общем, мозг боя его точно не стандартный, он точно не относится к консерваторам, таким реалистам а-ля Уоррен Баффет. Антон Вокруг передает тебе привет, он тебя смотрит, он ждал тебя. Да, Антон, привет. И говорит, вот медицина подсказывает, вот отложенный спрос. Отложенный спрос. Да, да, его предпринимательскому ощутиму можно поверить. А то, что у него на фотографии он выглядит как 80-летний дедушка, тоже указывает на то, что медицина будет нам помогать. Вопрос насчет альткоина дополняется еще одним. Какие лично вы для себя видите перспективные финансовые инструменты традиционного плана? Я изучаю фондовый рынок, S&P, ну все, что происходит на фондовом рынке, только из-за того, чтобы понять, как он коррелирует с биткоином. Все, я абсолютно отмороженный блокчейн, там, не знаю, трейдер или инвестор, я не знаю, как это назвать. То есть мне, я изучаю фондовый рынок, чтобы понять, как он работает с биткоином, или не работает. Да, то есть просто одно время мы все считали, что, и я сейчас, в принципе, и сейчас так считаю, что биткоин и вся крипта, она как бы изолирована, находится такой некий конь в апу, и все, что там происходит, это никак не работает с реальным миром или с фондовым рынком и так далее. Но 13 марта показалось, что если люди покупают, если люди паникуют, они паникуют и со всеми. То есть и с биткоина произошла история, я считаю, что это панические продажи были, и все это чистая паника. Вот, и поэтому фондовый рынок я не люблю. Мне вообще не нравится все, что происходит в экономике, в России тем более, вообще не нравится. В России вообще у нас, если кто-то там начнет изучать Мосбиржу и все акции, которые у нас происходят, там события покруче, на самом деле, чем в крипте. То есть когда депутат Госдумы какой-то там непонятный, не помню, как его зовут, говорит, что мы сейчас купим, мы хотим зайти в Яндекс, и Яндекс мгновенно падает на 20% за один день. Вот, понятно, что это чисто инсайдерская работа, чисто инсайдерская хренотень. Понятно, у тех, у кого был кэш, тот быстро купил этот Яндекс, и, конечно же, он от РОПС, и все нормально. Вот, поэтому, когда говорят, знаешь, там, крипта, манипулируемый рынок, крипта, еще что-то, крипта, там, вся такая херовая, и вообще ни кем не регулируется, давайте все регулировать. Я считаю, что это полная чушь. Также обычные фондовые, всякие классические рынки также манипулируют просто более по-хитрому, по более сложному члену. Если вы хотите поискать манипуляторов, изучите, пожалуйста, историю фиатной денежной системы за последние 100 лет, если вы ее действительно изучите. Я потом с вами отдельно обсужу. Ты там, смотри, ты еще упомянул Баффета. Баффет называет биткоин крысином ядом. Баффет – это обычный фиатный инвестор, который в фиатной системе научился ориентироваться. Обратите внимание, что он также считал Амазон полным говном, понимаешь? Но Амазон, когда он увидел, что Амазон вырос за меньше, чем неделю в разы, он сказал, что это волшебство. То есть этот чувак абсолютно… Он не онлайн, а он же что у него там? Фабрика одежды, бритва производства. То есть вот такие вещи, которые в 50-х годах 20-го века пользователи спросом, он оттуда-то и стартовал карьеру свою. Он уже под 80 лет Баффету, если не больше. Ну да. Нет, я считаю, что сейчас время новых предпринимателей, новых людей с новыми мозгами, с новыми подходами. Конечно, все это будет со словом блокчейн, это однозначно. Диана Кинг тоже присоединяется и передает привет. Илья, вот финал. Твои рекомендации, три рекомендации нашим зрителям и слушателям. Чего нам сейчас делать, чего не делать, каких ошибок не совершать, какие возможности не упускать в это интереснейшее, нетрадиционное время? Сложный вопрос. Я думаю, что не надо паниковать, а это очень сложно. Даже я вот, я человек как бы с устоявшейся психикой уже, и я когда YouTube включаю, там постоянно идет вот это все нагнетение информации, и все говорят только о вирусе. Я думаю, не паниковать, стараться не паниковать, стараться много не пить, очень много начало пить я в том числе, много не пить, не паниковать, смотреть в сторону диджитал, опять я прихожу к этому, только в этой индустрии сейчас будет все хорошо, и у них все будет нормально. То есть все, кто занимается этими бизнесами, делами и так далее. Вот, но прежде всего, и оставаться адекватным, стараться, по крайней мере, оставаться адекватным, нормальным человеком, вести себя как люди, а не как некоторые пидорасы из нашего правительства, допустим. Руслан, радуйся, говорит Илья, давай топи за крипту, хоть не в Фейсбуке я тебя увидел. Видишь, рады тебе люди, ты заряжаешь, ННГ, посмотрите на Боева, и поймите, что жизнь бьет плечом. Спасибо, Илья Боев был с нами, он в чате может задать вопросы, думаю, что мы его увидим. Спасибо за твое мнение, Илья Боев 11.